Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по существу». Сегодня мы беседуем с заместителем прокурора Магданской области Евгением Кимом. Евгений Константинович, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, как часто вы принимаете карательные меры по отношению к работодателям, которые не выплачивают заработную плату? И были ли случаи, когда вы настаивали на реальном сроке? Ну, мы реагируем всегда в тех случаях, когда люди не выплачивают заработную плату. И по каждому такому факту мы, конечно же, проводим проверку. Другое дело, что если в ходе проверки мы устанавливаем, что действия работодателя подпадают под признаки преступления статистой 45, приемом Главного кодекса это не выплачивая заработная плата, то, конечно же, мы проводим уже процессуальную проверку, по решению которой мы принимаем решение либо отказываем от возбуждения уголовного дела, либо возбуждаем уголовное дело. Ну, к слову сказать, у нас в 2018 году было таких четыре уголовного дела возбуждено на территории области. Одно дело ушло в суд, три находятся в производстве. И какие результаты? Суд уже принял какие-то решения? Санкция этой статьи, она предусматривает в основном штрафы. Ну и тем не менее, конечно же, это сподвигивает лицо к тому, чтобы все-таки он охладил возможность и выплачивал заработную плату. Бывает, что люди выплачивают заработную плату, как только начинаем мы проводить проверку, начинаем проводить процессуальную проверку, конечно же, работодатель начинает, конечно, понимать всю серьезность сложившейся ситуации. Насколько часто в таких случаях суд все-таки выносит какое-то наказание? Суд во всех случаях, если постанавливает обвинительную пригору, выносит обвинительную пригору и постановит наказание. Поговорим о разглашении данных банковской карты. Это весьма необычное преступление, но при этом предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей, лишение свободы сроком до 3 лет. Были ли у нас такие в этом году? Ну, вещь идет, наверное, про статью 183 Уголовного кодекса. Это незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую налогу или банковскую тайну. Но у нас на территории области не в этом, не в прошлые годы такие составы преступлений не были зарегистрированы. Тем не менее, должны констатировать, что такие составы преступлений, они в целом по России, конечно, есть, но в Магаданской области нет. Но вот, может быть, какие-то другие были серьезные преступления, которые относятся к действиям с банковскими картами? Ну, если мы так уже говорим, да, я уже ранее об этом говорил, что у нас на территории Магаданской области довольно-таки большое количество преступлений зарегистрировано именно в сфере мошенничества с использованием информационных технологий. Это когда у нас мошенники выходят на свои жертвы с помощью телефонов, других каких-то мобильных устройств. И путем обмана, злоупотребления, доверием граждан, в том числе из банковских карт, похищают денежные средства. Ну, об этом уже и ранее освещалось в средствах массовой информации. И сейчас я хотел бы еще раз сказать, чтобы граждане были бдительны, не поддавались никаким уловкам. Когда вам звонят и представляются работникам банка, вам все-таки, я думаю, нужно перезвониться в банк, уточнить непосредственно в банке эту информацию. Будем надеяться, что эта ситуация, с учетом того, что все-таки у нас люди будут более грамотны, будут более бдительны, я думаю, что эта ситуация, она и сейчас у нас ситуация, это улучшается. Поэтому думаем, что совместными усилиями мы проблему эту решим. А сколько преступлений таких совершили в этом году и какова динамика за последние несколько лет? 197 преступлений было зарегистрировано на территории Магаданской области в этом году. Актуальная тема для нашей области – соблюдение законных прав несовершеннолетних в ходе расследования уголовных дел. Расскажите подробнее об этом. Да, на самом деле на территории Магаданской области в прошлом году, по результатам прошлого года, довольно-таки был высокий процент преступлений, совершенных несовершеннолетними. Значит, хочу сказать, что в этой части были приняты ряд решений, которые позволили в этом году эту ситуацию коренным образом изменить в лучшую сторону. У нас количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось почти в два раза, на 44%. Но у нас есть еще ситуация, когда преступления совершаются в отношении несовершеннолетних. Здесь у нас ситуация, конечно, посложнее, потому что у нас дети могут становиться жертвами преступлений, в том числе и невыплата алиментов. У нас тоже подправляют под эту категорию по своему. Поэтому мы тоже по итогам этого года сейчас принимаем ряд координационных мер для того, чтобы эту ситуацию исправить. И провести тоже ряд профилактических, координационных мер для того, чтобы эту ситуацию улучшить. Скажите, а какие преступления чаще всего совершают несовершеннолетние? Это связано с хищением, хищением имущества. Это и бывает, и побои, это бывает. Ну, в основном, это, конечно, хищение. Становится ли их больше или меньше с каждым годом? Ну, как я уже сказал, в этом году их стало меньше почти в два раза. На 44% уменьшилось. В прокуратуре области состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов. Расскажите, какие планы по борьбе с преступностью на следующий год? Ну, вообще, координационная деятельность, это она у нас предусмотрена указом президента, соответственно, с которым координационная деятельность по борьбе с преступностью возлагается на органы прокуратуры. Я имею в виду, здесь главенствующая роль органов прокуратуры. Органы прокуратуры координируют работу всех правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Эта работа у нас строится на системной основе, постоянной. То есть, это координационное совещание у нас не раз проходило, как я уже сказал, системно, на котором вырабатываются совместные решения по борьбе с преступностью. Мы эту ситуацию держим потом на контроле до, безусловно, исполнения этих решений. Скажите, вот с кем вы взаимодействуете? Какие меры, может быть, конкретные предпринимаете для борьбы с преступностью? Может быть, акции или что-то еще? Мы взаимодействуем, как я уже сказал, с членами координационного совещания. Я являюсь руководителем всех правоохранительных органов на территории субъекта. Координационная деятельность в том числе подразумевает и совместные мероприятия, как я уже сказал. И в том числе мы вводим новую практику координационной деятельности. Это совместные у нас и выезды в районы, там, где наиболее неблагополучная ситуация. Мы эту практику начали с этого года. Эта практика дала положительные свои результаты. Мы будем эту практику и дальше продолжать, совершенствовать ее. Там, где у нас и совместные руководители-проходники органов выезжают на места непосредственно, чтобы понять ситуацию, может быть, на месте. Поэтому координационное действие подразумевает очень большой спектр совместных действий, которые направлены в первую очередь на борьбу с преступностью. Скажите, а что это за округа, могли бы называть, которые более? Ну, мы выезжали в этом году в Ягоднинский район, выезжали в Сусуманский район, выезжали мы еще в Хасынский район. И какие преступления там, может быть, более распространены или почему? Ну, для Ягоднинского района, Сусуманского района, там у нас была ситуация с вопросами, связанными с недропользованием. Как вы уже сами понимаете, районы специфичны в этой области. И также там были вопросы по качеству расследования уголовных дел. Вот, мы выезжали туда, смотрели, знакомились с ситуацией на месте уже. Вот, и принимали уже там, на месте решения, которые потом нам позволили эту ситуацию улучшить. А вот это качество расследования уголовных дел, оно, это может быть из-за нехватки кадров? В том числе и это есть, конечно, есть и объективные здесь, наверное, причины. Но я бы не стал бы на это акцентировать внимание, потому что все равно кадры есть. Другое дело, что этими кадрами нужно заниматься, и заниматься руководителем на всех уровнях. И учить заниматься, совершенствоваться и самим совершенствоваться. Поэтому, как говорится, нет предела совершенства в части формирования наших кадров. И давайте поговорим о преступлениях в интернете. Какого характера информация, размещенная лично или скопирована из чужого аккаунта, либо репост, могут обладать признаками уголовного деяния? Сразу скажу, что, в принципе, у нас таких преступлений немного на территории Магаданской области. Поэтому здесь, наверное, больше оценочное суждение. Нужно понимать, что в данном вопросе преобладает. Но, тем не менее, конечно же, вы все должны прекрасно понимать, что если изготавливать порнографические материалы, предметы продукции, которые развратные действия пропагают, угрозы убийств, также террористические какие-то призывы, экстремистские толка призывы, то, конечно же, это все может попасть под действия уголовного кодекса. Мы все прекрасно должны понимать, что мы все живем сейчас в мире интернета, все живем в мире цифровых технологий. И каждый должен быть ответственен, в том числе, за то, что он передает дальше. Ну, сколько этих преступлений у нас в Магадане совершено? Ну, на моей памяти это было только одно вот такое плана, это преступление, это там публичные оскорбления были в отношении должностного лица. Лицо осуждено, осуждено к штрафу. Евгений Константинович, спасибо вам большое. Напоминаю, вы смотрели программу «Разговор по существу». Мы беседовали с заместителем прокурора Магаданской области Евгением Кимом. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова